Коллеги, добрый день. Рады вас приветствовать на очередном интересном вебинаре от нашей компании. Сегодня мы поговорим про автоматизацию транспортной логистики, а именно под проект «Под ключ» или как бы готовый переработок на примере компании-перевозчика алкогольной продукции. По классике у нас вводная часть, далее мы начнем основную часть. Кстати, ее будет озвучивать мой коллега Сергей, меня зовут Михаил. И дальше мы оставим немножко времени на ответы на ваши вопросы. Я надеюсь, что вам нас видно и слышно. Если это не так, попробуйте перезайти и все получится. Итак, давайте поговорим, какие подготовительные шаги нужно сделать, какие особенности учесть, чтобы проект был реализован успешно и внедренное решение можно было бы тиражировать на остальные филиалы компании. Мы сейчас говорим про компанию с разветвленной филиальной сетью, имеющей как свой, так и наемный парк транспортных средств. Соответственно, первое, на что нужно обратить внимание, необходимо учитывать ряд особенностей. Это и текущий IT-ландшафт компании, системы, с которыми нужно интегрироваться в рамках проектов. Естественно, необходимо учитывать требования смежных отделов к функциональности будущей системы. Так как главная задача проекта по автоматизации сделать работу логистов проще, удобнее, ускорить процессы планирования и регламентировать имеющиеся операции. Необходимо обращать внимание на то, что внедряемое решение должно быть универсальным, чтобы удовлетворить потребности всех подразделений и филиалов. Так как какая-то функциональность может быть интересна конкретному филиалу, какая-то функциональность может быть интересна другим филиалам. Это нужно учитывать и это необходимо иметь в виду. Соответственно, нам нужно учитывать взаимодействие с перевозчиком в новой системе, так как наверняка такие компании уже имеют сложившиеся отношения с компаниями-перевозчиками. Для них это будет, наверное, небольшой стресс по взаимодействию с новой программой. Поэтому с ними нужно также заранее проговорить, их успокоить и сказать, что в этом нет ничего страшного. Соответственно, нужно учитывать при параметрической настройке количество точек доставок и условия поставки. И если мы все правильно сделаем и учтем все вышеперечисленные процессы, то пилотное решение, которое мы внедрим на одном филиале, будет готово к тиражированию в остальные филиалы компании. Это будет сделать легко, это будет сделать просто. И задача наша, как специалистов, такое решение заказчику предоставить. Соответственно, немножко расскажем о компании, в которой мы завершили проект. Компания достаточно большая, проект интересен своей масштабностью. В компании порядка 7 тысяч магазинов по всей стране. Более 10 филиалов, в которых работают логисты и осуществляют планирование рейсов по веренным им регионам. И вот о некоторых интересных моментах, с которыми мы столкнулись в рамках проекта, как раз таки расскажет мой коллега Сергей. Сергей, передаю тебе слово. Да, добрый день, коллеги. Как и сказал Михаил, на примере одного из последних проектов мы рассмотрим проблематику и предпосылки для внедрения новой системы Axelot TMS X5. Компания большая, она расположена в 12 городах России, например, в Вологде, Екатеринбурге, Хабаровске и Москве. Одной из особенностей заказчика это то, что на каждом РЦ своя ВМС-система в плане базы данных. То есть между собой, между складами ВМС-система не связана. По этой причине выбор связующего элемента между всеми системами пал на шину обмена данными Датарион платформы, который поддерживает и позволяет закрыть вопрос большого количества корпоративных систем, участвующих в обмене с ВМС-система. Как пример, на данный момент в рабочем контуре реализован обмен нормативно-справочной информацией и документами между следующими системами. Это бухгалтерия предприятий, это зарплата и управление персоналом, это управление торговлей, ВМС, ну и, соответственно, ТМС. Для дальнейшего расширения на другие распределительные центры были приобретены еще несколько коннекторов для отдельных ВМС-систем. Касательно маршрутизации на проекте были свои особенности. Большое количество точек, которые необходимо маршрутизировать, 90% точек – это собственные магазины, которые расположены по всей России. К 10% относятся розничные точки. Основная задача, которая преследовалась, – это максимально утилизировать собственные машины, построить оптимальный маршрут доставки и доставить в срок. К слову, на одном РЦ, где происходило внедрение, в среднем в сутки формируются 80-100 рейсов, из которых 50 на собственные машины и остальные наемные. Так как транспортный отдел компании работает круглосуточно, планирование у них осуществлялось волнами. Заказы от магазинов поступают периодически – утром, днем и вечером. Причем они еще разделяются по типам перевозимой продукции. При наступлении определенного времени в систему загружаются заказы, которые могут быть маршрутизированы разными способами. Например, вручную, оперативно работая с картой и списком заказов. Способ применим ко всем волнам планирования, независимо от типов продукции, алкоголя или продукты. И способы доставки, то есть собственными силами или транспортными компаниями. Дальше автоматическое планирование с помощью AxialoScap, которое быстро решает задачу, не нарушая поставленных условий. Например, временных окон, вместимости по ВГХ и минимизируя расходы на доставку. На самом деле тема автоматической маршрутизации достаточно объемная, чтобы уложить ее в несколько слов. Но если вкратце, там берется пул заказов 50 штук, 200, 1000, 5000 штук, неважно. Выбираются настройки планирования, условия и ограничения, запускается решение задачи. На выходе получаем маршруты, которые соблюдают установленные ограничения. Например, не нарушают вместимости по ВГХ в разрезе до 7 показателей. Например, два базовых, это грузоподъемность и объем, и пять дополнительных, любых. Например, количество мест, балет, лотков и так далее. Также не нарушают ограничения по длительности километражу. Совместимости грузов транспортных средств соблюдены. Ну и для анализа полученного решения доступны все характеристики маршрута. Длительность, километраж, загрузка, временные окна, точек. Ну и отрисовка на карте с порядком въезда и прочее. Следующий способ – это планирование по расписаниям и геозонам. С помощью расписаний по адресу получения и дню доставки определяется перевозчик и схема доставки. Прямая или через кросс-доп-площадку. Сделано это для того, чтобы учесть одну особенность заказчика. Это в один магазин в течение недели могут доставлять несколько перевозчиков, а также собственный парк. Несомненный плюс расписаний в том, что заказчик может оперативно видеть текущую нагрузку на склады в разрезе дня недели региона доставки. А также корректировать расписание и добавлять дни. Кроме того, на основании расписаний в проекте делается выгрузка в отдел товародвижения, который формирует заказы на будущий период. Здесь задается день отгрузки в магазин, день, когда нужно сделать заказ. Для того, чтобы учесть разное количество транзитных дней транспортных компаний, есть третий день – это день доставки. Для упрощения формирования рейсов используется распределение заказов первых плеч по геозонам вторых плеч. То есть, если доставка осуществляется через кросс-доп-площадку, то рейсы формируются по правилам совместимости геозон. По примеру схемы на слайде рассмотрим кейс, когда груз доставляется через пункт перегруза. То есть, чтобы большие машины, фуры, 20-тонники автоматически включались заказы не хаотично, так сказать, не все подряд, что едет на данный адрес, а неким образом еще и объединялись по конечным точкам вторых плеч, используются правила совместимости геозон. Допустим, есть 40 тонн груза, которые нужно увезти в один адрес кросс-доп-площадки в Кировской области, а из этого адреса в еще 4 геозоны. Так вот, при автоматическом решении сформируется машина с точками геозон Гемьянова и Луза, потому что они расположены в Блицкале, ну и, соответственно, машина Слободской и Кирович-Плицк. Для чего это нужно? Алкогольная продукция не может простаивать больше суток в точке перегруза. Это обязывает перевозчиков оперативно перегружать их в малотонашки и сразу же везти в магазины. А если грузы одинаковых зон будут ехать в разных машинах, это риск, что что-то приедет раньше, а что-то позже. В итоге перевозчик отправляет больше машин, чем хотелось бы. Если рассматривать виды перевозимой продукции с точки зрения особенностей доставки, то алкоголь, например, нужно доставить строго до 22.00. Поэтому важным критерием является параметр учета временной покон. В разрезе всех магазинов основной график работы, в который принимают магазины, это с 8 до 22.00. Однако есть и индивидуальный график, который также учитывается. Кроме алкогольной продукции, еще доставляются скоропортящиеся и сигареты. Скоропорт не совмещается ни с алкоголем, ни с сигаретами, поэтому доставляется отдельными машинами с рефрижераторами. Если рассматривать выполненный проект как базу для тиражирования системы на остальные РЦ, в системе есть множество настроек, которыми закрываются разные особенности других подразделений. В системе есть базовый функционал, который позволит каждой точке найти свой подход. Например, учесть следующие особенности – это требования к транспорту. Например, как правило, в центры города могут обычно заезжать только молотоннажные транспортные средства. В некоторых случаях нужно учитывать совместимость грузов с транспортными средствами. Например, крупногабаритный терророгруз вмещать в машину только с гидробортами. Также необходимо учитывать совместимость грузов в одном транспортном средстве, не перемешивая скоропорт, допустим, с кемией. Ну и немаловажным фактором является корректное прогнозирование времени погрузки и разгрузки в точке. То есть в зависимости от количества грузов, например, от палет, рассчитывать время разгрузки в точке, что даст возможность оценить всю длительность рейса. Все это есть, все это доступно, что-то из перечисленного функционала может быть не актуально на одном рецене, на другом, без него не прожить. Кроме того, на проекте был реализован довольно интересный процесс взаимодействия с перевозчиками. К слову, здесь перевозчики доставляют грузы под ключ. То есть они забирают своими машинами груз от РЦ до кроссдок-площадки, от кроссдок-площадки до конечных магазинов. Так как большое количество грузов доставляется наемными перевозчиками, для них был предусмотрен специальный центр операций. Перевозчики в нем могут работать как через стандартный клиент 1С, так и через большинство существующих браузеров, например, Google Chrome. Функционалом покрывается большое количество ежедневных взаимодействий с перевозчиком. На него перекладываются обязанности в заведении своих транспортных средств, в водителей, в назначении их на рейсы, отражение информации о своих доставках, то есть от КДП до конечных точек и прочих функционалов. Кстати, для них, то есть перевозчиков, это не в новинку, так как они доставляют алкогольную продукцию до ТМС, они формировали рейсы на внутреннем портале заказчика с последующей передачей информации в EGIS. Поэтому переход на ввод рейсов в ТМС был не таким болезненным. Перевозчики в центре операции работают со своими заказами, которые должны прибыть на кроссдок-площадку. Сначала они отражают факт прибытия на КДП через мобильный клиент или через данный центр операций, а далее формируют рейсы на свои машины так, как им удобно. Для удобства маршрутизации они видят весь пул своих заказов и информацию по ним, например, даты доставки грузов и адреса. Касательно других особенностей взаимодействия с перевозчиками, их автоматически информируют на почту, что есть запрос на транспортное средство по такой-то цене на такой-то рейс. При необходимости к письму прикладывается печатная форма заявки на ТС, маршрутный лист и прочая необходимая документация. Перевозчикам и пользователям системы в каждой перевозке доступна детализация расчета тарифов, что накладывает некую прозрачность в тарификации. Тарификация считается автоматически, учитывая различные особенности, например, считать стоимость доставки первого плеча на основании зон последнего плеча и многое другое. Для контроля выдачи и возвращения документов в системе также контролируется документация. Каждый документ имеет свой статус, что позволяет оперативно отражать информацию о возвращении документов или проблемы с ними. Как я говорил ранее, для покрытия потребности сообщать в EGIS о перегрузах груза между машинами в ТМС перевозчики формируют рейсы на вторые плечи перевозки. На них они устанавливают машины, водители, передают рейсы в мобильное приложение водителей с последующей фиксацией фактических дат всех заявок. Кстати, для того, чтобы в системе было максимально достоверное время доставки грузов в мобильное приложение, по факту прибытия в магазин сканируется секретный код, поэтому фиктивно отразить прибытие в точку не получится. Вот так. Ну и по факту выполнения перевозок транспортной компанией внутри системы формируют реестры рейсов, подтягивают туда тарифы и выставляют счета. Результатом комплексного подхода по автоматизации перевозки, по автоматизации управления перевозками достигаются следующие эффекты. Это снижается нагрузка на персонал компании за счет автоматизации некоторых процессов, например, маршрутизации перевозок, передачи полномочий перевозчикам. Регламентирована работа сотрудников. Каждый сотрудник работает со своим документом, со своим центром операции и выполняет свою функцию. Исполнение перевозок максимально достоверное, информация по исполнению хранится и доступна в системе, так как рейсы исполняются на мобильном клиенте с контролем ключевых моментов. Напомню, что для отражения прибытия в точку сканируется специальный секретный код, который знают только магазины. Следующий эффект – это прозрачности выполнения операций и финансовой составляющей. Как я говорил ранее, в системе сохраняется вся история действий, а касательно финансов в системе есть показатели, по которым выполняется тарификация, и ее всегда можно проверить и перевозчику, и пользователям системы. А благодаря тому, что все подразделения компании работают в одной системе, можно целиком оценить работу транспортного подразделения. Спасибо.